Мы находимся в музее кафедры Зоолова. Этот музей показывает разнообразие фауны, в первую очередь, наших понтийских степей, хотя и есть представители мировой фауны. Этот музей используется как студентами, так и сотрудниками в учебных и научных целях. Коллекции музея делятся на учебную и научную части. В научной части свыше 10 тысяч единиц хранения, то есть экземпляров животных, которые не относятся к насекомым. Насекомые у нас рассматриваются отдельно, их более 30 тысяч экземпляров. Учебная часть включает около 7 тысяч экземпляров. В данном корпусе мы видим около 400 чучел различных позвоночных животных. Один из экземпляров нашей экспозиции – это орел-зимняк, птица, которая гнездится на севере России, а зимовать пролетает как раз вот в нашей степи. Охотится на мышей, и его можно зимой очень часто наблюдать у нас на полях. Еще один экземпляр нашей коллекции – лесной кот. Лесной кот обитает, как ясно из названия, не в степях, хотя в Ростовской области он может встречаться в крупных лесных массивах. Но чаще всего его можно наблюдать на Кавказе. На практике мы регулярно видим его следы, но сами коты великолепно прячутся, поэтому студенты его рассматривают в музее в виде экспозиции. Коллекция беспозвоночных нашего музея, я уже говорил, насчитывает десятки тысяч экземпляров. Коллекцию можно еще разбирать очень долго. В том числе эти коллекции имеют не только научное или просветительское, но и историческое значение. На нашей кафедре работали ведущие специалисты-зоологи и России, и Советского Союза. И вот в частности, вот тут-вот можно наблюдать коллекцию раковин, которые собирал великий гидробиолог Мордухай Болтовской. Коллекция насекомых стоят несколько особняком, потому что насекомые – это самый большой класс животных, которые живут на планете. По разным оценкам от 1 до 7 миллионов видов на планете. Некоторые специалисты говорят, что даже до 15 миллионов видов. Поэтому, естественно, эта коллекция самая разнообразная. Вот в качестве примера коллекция насекомых, которые занесены в Красную книгу Ростовской области. В нашем музее проводят экскурсии не только для студентов Академии биологии или всего университета, но и для сторонних организаций. Будем рады видеть вас в нашем музее.